МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Императрицу Екатерину I в девичестве звали Марта Скавронская. Однажды старая ведьма предрекла ей, ты будешь повелевать великим царем, а он будет околдован тобой. Марта работала служанкой у князя Меньшикова. Там в первый раз она увидела Петра I. Царь влюбился в красавицу с первого взгляда, и Скавронская стала его любовницей. Но Марта хотела быть царицей. Она снова пошла к старой ведьме, и та научила ее готовить приворотное зелье. Девушка напоила любовным напитком Петра и вскоре стала его женой, Екатериной I. О ее влиянии на царя ходили легенды. Екатерина поила императора приворотным зельем всю жизнь и повелевала им до самой его смерти. Что такое колдовство? Французский маг Папюс считал колдовство способом управления природой. Его соотечественник Элифас Леви утверждал, что магия объединяет философию и религию, чувство и разум, науку и веру. Самый известный оккультист 20 века Алистер Кроули определял магию как искусство вызывать изменения с помощью воли. Американский писатель и антрополог Карлос Кастанеда использовал термин магия для описания сверхвозможностей человека. Алла Юганова, актриса Московского театра Ленком, в свое время увлекалась магией. Однажды вечером она достала книгу «Черная и белая магия» и стала проводить колдовские ритуалы. Девушка зажгла свечу у старинного зеркала и произнесла заклинание. И совершила обряд такой ночью, прям все как полагается, чтобы открыть дверь в пространство другое. Не знаю зачем, увлеклась и все. И это сделала. Мне стало так страшно, я увидела перед собой окно какое-то, может быть это плод фантазии, я не знаю. Мне стало так страшно, я стала слышать голоса, и у меня поднялась температура до 40. Дальше я заболела. Алла поправилась после болезни, но каждый раз, проходя мимо зеркала, она слышала странный голос. Алла старалась не смотреть в зеркало, но однажды не выдержала. И вдруг я понимаю, что мое изображение начинает двигаться и на меня выходить, как будто бы. И зеркало, это был просто такой эффект, зеркало почему-то выдвинулось, как бы и упало. Вот оно крепилось на каких-то крепежах, я не понимаю, как это. Вот, и оно упало. Почему оно упало? Я не знаю, я так кричала, стояла, как в фильмах ужасов. А-а-а-а, минуту, наверное. Потом убежала. Алла рассказала родителям о случившемся. Семья пригласила священника, чтобы осветить квартиру. Как только он подошел к зеркалу, от свечи повалил черный дым. И когда он ходил со свечой, читал молитвы. Когда он подошел к этому зеркалу, пошел просто черный дым с толбом. И он читал молитвы, пока свеча не стало, вот, пламя не стало просто алым таким, теплым. Алла никогда больше не проводила магические обряды. Но после этого случая ей снятся вещи и сны. Два года назад приснился павлин. Он сидел на заснеженном подоконнике. И девушка пыталась спасти теплолюбивую птицу от русских морозов. Я выхожу, беру этого павлина и везу куда-то там на станцию какую-то во сне. Отправляю на юг, возвращаюсь домой, опять сидит. И я в итоге взяла его себе. А потом я узнала, что, ну, как-то обратила внимание, что во втором акте спектакля «Юнона и Авось» по центру стоит павлин. Вот. И как раз это было 7 января, Марк Анатольевич сказал, что вот, да, в следующий спектакль вы можете сыграть. Алла Юганова считает, что магия есть в жизни каждого человека. Люди колдует в мыслях, когда страстно желают чего-то и фантазируют. Эзотерики утверждают, колдовать может каждый. Мысль имеет огромную силу. Она, эта невидимая сила, может творить чудеса, может исцелять, а может и убить. Не то, что они сделали куколку и колют туда иголкой, а то, что вот эта вот мысль, рождённая в процессе вот этого вот накалывания, она-то и является, она мгновенно практически достигает вот адресата и начинает свою разрушительную силу. Прокололи сердце, подумал он про сердце, всё, пошла эта энергетическая субстанция мгновенно, не со скоростью света, а прям мгновенно. И человек начинает чувствовать боли в сердце. Учёные много лет изучали мозг человека и доказали, что способности людей безграничны. При желании можно научиться читать чужие мысли, предсказывать и изменять будущее. Но если человек использует магический дар в своих корыстных целях, его будут преследовать неудачи и болезни. Он попадает в энергетическую негативную колею. Отсюда пословица возникает, что беда одна не приходит. Если он попал в эту колею, он как магнит начинает тянуть вот этот негатив. Самые известные магические обряды приворот и порча. Присушка, привороты и отвороты это сексуальная магия. Насылание порчи, болезней, проклятий, ритуалы мести. По сути, это убийство на расстоянии. Галина Стрельникова потомственная хранительница деревенской магии. Заговорами занимались все женщины в её семье. Галина с детства знала, как исполнить любое желание. Земля, Татьяна, вода, Ульяна. Земля, Татьяна, вода, Ульяна. Дай воды отца к беде. Так делаем три раза. Как с меня вода, так с меня беда. Что дает на треток? В раз в мать сырую землю, раз и навсегда. Вода заряжается. И мак заряжается на определенное действие магическое. Это деревенская мель? Да. 20 лет назад коллега по работе Оксана попросила Галину Стрельникову сделать приворот. Сначала Галина отказывалась. Но девушка так умоляла, что деревенская колдунья в конце концов согласилась. Через два месяца Оксана и Георгий поженились. Но наколдованное счастье не вечно. А потом он начал пить, бить ее. Пошла обратно. Надо делать поддел. Поддел каждые 7-8 лет. Потому что приворот это парализация воли человека. Если не было у мужчины на той его доброй воле жениться на ней, то это проходит. Все равно со временем проходит. Нет вечных приворотов. Когда приворот этот сходит с мужика, жены настолько опостылят им. И они попадают в эту ситуацию, хотя я и предупреждала, что все это кончится через 8 лет. У любовных приворотов не бывает счастливого конца. Через несколько лет магические оковы ослабевают, и мужчина начинает ненавидеть свою жену. Галина отказалась делать повторный приворот и даже провела ритуал очищения. Но семья все равно распалась. И вскоре муж Оксаны пропал без вести. Его долго искали, но так и не нашли. Женщина за приворот расплатилась здоровью. Она перенесла сложную операцию по удалению опухоли. И у нее никогда не будет детей. Обычно привороженные не своей смертью умирают. Или кто-то их там прибил, где-то встретил. Вот как-то по несчастному случаю они проходят. После приворотов женщина расплачивается, и это полип еще Господь ее помиловал. Почистит это все. Вот. А если рак? Вы понимаете? В каждом ритуале важно согласие человека изменить его судьбу. И если мужчина не знает, что на него накладывают колдовские чары, он становится жертвой. Нету белой магии, и нету черной магии. Магия есть одна. Так же, как любовь. Вот любовь такая, любовь счастливая, любовь несчастливая. Нет несчастливой любви, есть несчастные люди просто. Понятие любви, это есть определенные понятия, так же, как понятие магии. Смотрите далее. Проклятие черной вдовы погубило всю семью. Каждую ночь призрак приходит качать колыбель с младенцем. Наталья Малинина, юрист. Недавно ее близкая родственница открыла ей страшную тайну. Ее семья проклята. Рассказала мне вот эту вот историю, историю моей бабушки родной, Полины Яковлевны. Она говорит, тебе не расскажут, что это не твоя мама, потому что Полина умерла, когда твоя мама только родилась. Только я-то знаю, поэтому слушай. Это произошло 80 лет назад, когда бабушке Наталье было всего 18. Полина, так звали бабушку, была родом из богатой семьи, и отец нашел ей жениха под стать. Но девушка была влюблена в бедняка, красавца Ивана. Поздней ночью он украл Полину из отчего дома. Сельчане поддержали молодых. Построили им маленький домик около кладбища и устроили свадьбу с венчанием. В гневе отец Полины проклял дочь. Сукно тогда припасали невесте, все эти перины. Он все это достал и зарубил топором. Понимаете, вот буквально все это топором, весь этот пух летал по всему двору. И он орал, что я никакого преданного, а в преданное проклятие отца. Свадьба Полины и Ивана стала трагедией для другой девушки, Анастасии. В народе о ней шла дурная слава. Ее звали черной вдовой. Ведь за три года она похоронила двоих мужей. Была одна дама, которая в деревне прослала черной вдовой за то, что якобы она не без ее участия отправились на тот свет двое ее мужей. Анастасия была влюблена в Ивана и решила извести его молодую жену. Черная вдова собрала с могил мужей землю и когда молодожены выходили из церкви, бросила горсть в Полину. Собралась большая-большая толпа. Вот тетя Лена говорит, что она была там, что ей было пять лет. И она говорит, я так все это Наташа запомнила. Говорит, значит, вот когда молодые выходили из церкви, то вдруг, так неожиданно, я вдруг вижу по груди Полины ползет черный, там черноземы. Там растут арбузы, там черноземы. ползет черный ком земли мокрый и вопль. Она умрет, она умрет, она все равно умрет, она тебе не достанется. Вот такой вот вопль. И, значит, вот эта женщина, бросив, вот эта черная вдова, бросив вот этот ком земли и вот с этим ужасным воплем она убегает. Полина испугалась, но вскоре любовь к мужу помогла забыть о неприятном событии. Но проклятие черной вдовы все же исполнилось. Через год Полина умерла во время рода. Иван остался один с дочкой Шуронькой. Внезапно, как говорят, как говорит тетя Лена, она ее все разнесло, она распухла. И в селе это называли Водянка. Водянка. И она умерла буквально в сутки, сгорела, как говорят, или там два-три дня совершенно внезапно. И для села это осталось загадкой, потому что даже от воспаления легких так быстро не умирают, как вот она умерла. То есть вот родив мою маму, и мама моя ее не помнит. Вскоре в деревне сельчане начали шептаться, дескать, Иван сошел с ума. Ведь он рассказывал всем, что каждую ночь умершая Полина приходит в дом, качает колыбель и поет дочери песни. Говорю, что она приходит к нему ночью, что вся в белом, что она берет девочку, она ее качает, она ей меняет постельку, она плачет, то она его целует, то она плачет, то ревнует. И качая постельку, она все время поет вот эту песенку и говорит, давай петь вместе. Он ее видел, а люди нет. И она у него очень просила, отдай мне Шуроньку. Отдай мне Шуроньку, потому что, ну, ты мужчина, ты рыбак, она мне нужнее. Отдай мне Шуроньку, пусть она будет ангелом. Наталья Малинина прогоняет прочь от себя мысли о семейном проклятии. Но мистика в их семье существует. У всех девочек в роду зеленые глаза, как у Полины. Смотрите далее. Проклятая роль чуть не погубила Жанну Эпле. Он сказал, я так и знал, этот Гоголь. Я так и знал, что что-то должно случиться. Кармический долг. Расплата за убийство ребенка. Все мы слышали страшное слово некромантия. Мы ассоциируем его с черной магией. Но изначально это был всего-навсего способ гадания. В Древней Греции, например, колдуны вызывали духов в святилищах Аида и Персифоны. Светилища находились в сакральных, близких к подземному миру местах, пещерах и ущельях. Считалось, что мертвые обладают не только знаниями о будущем, но и особым могуществом, а значит, могут помогать живым. Лишь с 14 века некромантий стал ассоциироваться с черной магией. Так ли это на самом деле? И какое влияние мертвые оказывают на живых? Своё новое произведение «Ревизор» Николай Васильевич Гоголь решил прочитать графине Евдокии Растопчиной. Гоголь ценил её литературный вкус и дорожил дружбой с ней. Но в тот роковой день графиня была не в духе и отозвалась о его произведениях нелестно. Гоголь разозлился. С тех пор все женские образы в этой пьесе считают проклятыми. Все колдует. Вот те мысли, которые вокруг нас вращаются, они и привели вот к этому негативу, грубо говоря, к этому бардаку, который в мире есть. В Евангелии написано, нужно чётко контролировать свои мысли, потому что этот мир мы создаём своими мыслями. В театре имени Станиславского несколько лет идёт пьеса Хлестаков. Роль Марии Антоновны актёры считают роковой. Жанна Эплей играет эту роль несколько лет и считает, что испытала на себе проклятие Гоголь. Однажды прямо на сцене во втором отделении она упала и сломала ногу. Как потом выяснилось, у меня порвались связки и вылетел мениск. Это произошло прямо на сцене. Это была очень смешная ситуация. Смешная со стороны, наверное, потому что никто не понимал, что произошло. И в первый момент на стрессе не чувствуешь боли. Я помню, как Максим Суханов бегал около меня кругами, я сидела на полу, он говорил текст, а тихонько мне шептал, «Жанка, ты что, с ума сошла? Ты что сидишь-то? Вставай!» А я ему говорю, «Максим, по-моему, я сломала ногу». Он побегал, потом взял меня на руки и унес со сцены. И потом до конца второго акта он мне выносил на сцену. Когда режиссер спектакля Владимир Мерзоев узнал о несчастном случае, он не удивился. Список проклятых ролей давно известен. Оказывается, когда он выпустил этот спектакль в Канаде, то буквально за несколько дней до премьеры исполнительница роли Мария Антоновна, то есть то, что играла я, на сцене упала, причем упала, даже не упала, по-моему, там обрушилась декорация, насколько я знаю. И она играла премьеру в инвалидном кресле, то есть каталке. И когда он узнал, что со мной тоже травма, он сказал, «Я так и знал, это Гоголь. Я так и знал, что что-то должно случиться». После травмы у Жанны началась череда неудач. Актриса продолжала играть в спектакли даже в гипсе. Ее коллега Максим Суханов всегда привозил Жанну в театр на машине. Как обычно, он заехал за ней перед спектаклем, но Жанна не открыла ему дверь. Максим понял, произошло что-то нехорошее и выломал дверь. Когда он ворвался ко мне в квартиру, выяснилось, что холодильник сломался. Тогда был холодильник на мяке. И мы понимаем, что это отравление. И я не заметила, как я уснула. И Максим открыл окна, просто практически вытащил меня из квартиры. Вот, как-то я оклемалась. И вечером, да, я еще сыграла спектакль. Буквально через месяц Жанна с семьей поехала за покупками в крупный торговый центр. по дороге на машине лопнуло колесо. И хотя ремонт занял всего 10 минут, эта поломка спасла жизнь всей семье. И все так не хотели, а я так настаивала. И по дороге у мужа прокололось колесо. И 10 минут где-то он менял колесо. И приехав к Манежу, мы увидели, что все было отцеплено скорой помощи, пожарными машинами, милицией. И мы выяснили, что только что произошел взрыв. То есть, приехав минут на 10 раньше. И, конечно же, взрыв произошел именно в игровых автоматах. Это было страшное тогда у меня потрясение. Неужели злой рок преследует актрису? Жанна Эпли обратилась к астрологу. Ответ звездочета шокировал ее. Оказывается, она должна была погибнуть, но этого не случилось, потому что она была не одна. В тот день в гороскопах мужа и сына смерти не было. И они стали ее оберегать. Он сказал, что действительно у меня в гороскопе малая смерть. то есть что значит малая смерть? Это значит, что я не умру, потому что будут какие-то обстоятельства, которые меня спасут. Но в моем гороскопе была малая смерть от каких-то там событий. А в гороскопе людей, которые меня окружали в тот момент, Максим Суханов, потому что мы играли с ним в спектакле, мой бывший муж и мой старший сын, в их гороскопах этого не было. И произошли какие-то события, обстоятельства, что я стала жить. Жанна до сих пор играет в спектакле Христокова, но уже с дублершей. Недавно дублерша Жанна Ипле получила травму на сцене тоже во время спектакля. Совсем недавно мне позвонила завтруппе театра Станиславского и сказала, Жанна, не могла бы ты заменить свою дублершу на два состава Ирина Гринева. Играя тоже Мария Антоновна. Она во время спектакля Христоков сломала себе палец на ноги и в гипсе и играть не может. Я не знаю, что это. Или это случайное совпадение, или это реально Гоголь, такая мистика, что связана с его именем. После этих событий Жанна Ипле обращает внимание на мистические знаки и сны. Я боюсь кладовства. Но то, что мы иногда, когда нам очень плохо, очень трудно, мы идем или в церковь, или экстрасенсам это, да, бывает. Я стала прислушиваться к знакам. Мне кажется, что их очень много. Мы просто не всегда это видим. Если у тебя снятся кошки, это обязательно какие-то склоки женские. Если у тебя снятся собаки, то это верные друзья. Если ты выходишь из дома и что-то забыла, возвращаясь, посмотришь в зеркало. Если у тебя упал сценарий будущего фильм или спектакль, то ты обязательно на него сядешь, чтобы все было хорошо. Особое место в магии занимают ритуалы очищения и снятия кармических долгов. Карма в переводе санскрита труд и воздаяние. Кармические долги это не наказание, а итог поступков, совершенных человеком в прошлых жизнях. Так утверждают на Востоке. термин карма сделал зловещую карьеру в нашем обществе. Многие пугаются этого слова. На самом деле это не более чем причинно-следственная связь. между тем, какие поступки вы совершили в прошлом, более того, даже в прошлых жизнях, и тем, с чем вам приходится сталкиваться на сегодняшний момент. Как это ни странно и ни обидно бывает человеку, те поступки, которые совершали его близкие, его бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, они ложатся тенью, могут лечь чтенью на его сегодняшнюю жизнь. Ольга Смирнова врач-офтальмолог. Она считает, что над ее родом висит кармический долг. Всех женщин в их семье бросали мужья, как только узнавали, что они ждут ребенка. Второй раз выйти замуж они не могли. Такая же участь ждала и Ольга. Я жила с молодым человеком, у нас было все прекрасно, и мы решили пожениться, родить ребенка, и, значит, когда я как бы забеременела, еще не поженились, случается такое, что мы просто начинается валиться личная жизнь у нас, начинаются скандалы, ссоры, и, в общем-то, я остаюсь одна с ребенком, и как бы отец испарился. Вот. И когда я начинаю интересоваться своей семьей, своей семье, спрашиваете своих мам, мамы, бабушек, оказывается, что у нас по женской линии происходит то же самое, рождается ребенок, девочка, и отец исчезает. То есть, не то, чтобы исчезает, а ломаются отношения, в общем-то, и мальчики не рождаются в семье вообще. Испугавшись, Ольга обратилась к эзотерику. И в раскладе Таро выпали карты кармического долга. Кто-то из родственников совершил страшное преступление. Это было убийство. Это было не практически, не по сути, это так и было. Моя двоюродная бабушка, будучи молодой, в 17 лет, еще не нагулявшаяся, забеременела, и на достаточно очень большом сроке сделала искусственные роды. И это как бы был как раз мальчик, и вот легло на мужскую линию вот это событие как эхом, что ли. Чтобы получить прощение за грех прабабушки, Ольга совершила ритуал в церкви. Она написала на церковных свечах имена всех умерших родственников, молила Бога и просила душу погибшего малыша о прощении за тяжкий грех. Девушка несколько раз совершила обряд в храме, а потом ей приснился странный сон. Маленький мальчик улыбался ей. Ко мне пришел как будто маленький ребенок, и как раз тот ребенок, который душу в медитации я увидела, и он улыбался, махал мне ручкой. Невозможная любовь к ребенку, чувство ответственности, чувство долга, перед своим дитё, которое я обязана воспитать, обязана научить жить и делать правильные поступки. После ритуала очищения Ольга благополучно вышла замуж и родила сына. Смотрите далее. Дар богов спас от смерти. Откровение Алексея Палагина. Сатанинская богиня. Секрет успеха Мерлин Монро. Искушение певицы. Светлана Разина отстояла свою душу. Я нахожусь в месте, где много лет назад было языческое капище. Когда-то здесь приносились жертвы и совершались обряды. Это храм под открытым небом. Вот здесь алтарь, который называется капище. Священное пространство, где ставили капы, статуи, изображавшие богов. Здесь же приносили жертвы и совершали магические процедуры. Входить сюда могли только жрецы. С другой стороны требище, место, где стояли непосвященные. Капище отделялось от требища сакральным занавесом. Это мог быть кусок ткани, легкая раздвижная стена или черта, проведенная на земле. Интересно, что такая планировка сохранилась в храмах всех остальных религий. Капищу соответствует алтарь в православии, михраб в мусульманстве, пресвятерий в католицизме, святая святых в иудаизме. Музыкант Алексей Палагин принимал участие в языческом празднике летнего солнцестояния на одном из капищ в Рязанской области. Он играл на волынке. Этот музыкальный инструмент известен еще со времен кельтов. Друиды, кельтские жрецы, использовали ее для изгнания бесов и исцеления. Во время особого ритуала, вызова богов для получения магического дара, Алексей услышал мысленный приказ. И у меня было субъективное ощущение такое было, что мне пинка дали. Задав направление четкое, мне как будто дали пинка. Вот иди туда и все. Я иду туда, но куда, естественно, я не знаю. Иду, иду. Прошел, наверное, может быть, метров 30. И вижу еще один камень. Он немного в стороне от остальных камней лежит. Этот камень был круглым и плоским. На нем тысячи лет назад проводили магические таинства. Именно здесь у Алексея открылся дар ясновидения. Ну, встал я на него и просто ощущение было такое, как будто мне самосмол проехал. Ну, в хорошем смысле этого слова. В хорошем. Естественно, никто по мне не проезжал, но просто как будто что-то накрыл такое сверху. И потом, после этого, в общем, было очень забавно, как будто лежишь в постели, тебе вот таким теплым одеялом накрыли, стало приятно, хорошо. Ну, и, собственно говоря, в таком приподнительном настроении я потом оттуда ушел. Ну, после этого очень, очень забавно у меня обострилась интуиция. То, что Алексей называет интуицией, эзотерики считают пророческим даром. На следующий день после ритуала Панагин возвращался в Москву. Он был за рулем. Ну, не знаю, внутренний голос там или что-то еще подсказал. Вот остановись на обочине. Я остановился на обочине. И, если бы я не остановился, то две фуры, которые обгоняли друг друга, вот прям как раз бы я между ними и попал. Благодаря приобретенному дару Алексей остался жив. Почему во всех магических церемониях присутствует музыка, а заклинания читаются нараспех. Оказывается, на этом языке с человеком разговаривает Вселенная. Мы слышим ритмичные пения. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и так далее. На определенных нотах. Все это настраивает человека на определенный лад для того, чтобы войти в резонанс с этой энергетикой. Дальше уже используется курение ладана, запах. Дальше, когда батюшка причащает, он кладет ладонь на голову, тактильные ощущения, а потом ложечку причастия. Вот, все пять органов чувств задействованы. Какая тут магия? Просто назвали вот так. От чего это назвали? От того, что мало было громотежки. Потому что знания есть вид власти, а предвиденные события и управления этими знаниями. Поэтому знания всегда находились в руках у зрелецов, в руках у служителей культов. Андрей Сетт основатель рок-группы Сатриал. Сочиняет песни, увлекается шаманской музыкой и даже колдовскими ритуалами. Три года назад Андрей с группой музыкантов отдыхал в Сочи. Поехав на экскурсию, они увидели древнее магическое место «Чертово купальни». Озеро очень глубокое. Слева там пещера. Чтобы не пройти, это нужно по озеру проплыть. И там такое совершенно ровное плата, как будто срезанное. Природа именно была сделана для проведения ритуалов. И там действительно проводили ритуалы. Даже когда туда заходишь, чувствуешь дрожь по всему телу вот этой вот энергии. Местные жители считают, что это гиблое место. Но Андрей решил провести магическую церемонию в чертовой купальне, чтобы ощутить энергию тьмы. Ну, сделав ритуал, церемонию, целим какой-либо вот именно такой мы не ставили, мы сделали церемонию. Просто начали разговаривать, это было соответственно на югах, гастроли подходили к концу, было все хорошо, так, приятно, тепло, солнце, море, вот говорю, вот блин, сейчас вот в Москву возвращаться, да, жалко, закончились гастроли, на югах все-таки гастроли приятные. Говорят, вот бы нам до Турции это, считай, здесь на корабле бы, еще в Турции продолжить бы. но это чисто так был разговор. Помечтав о гастролях за границей, ребята пошли обратно в гостиницу. Вдруг рядом появились странные огни. Их было несколько. Они то приближались, то улетали. Очень часто на ритуалах бывают вот эти вот свечения, вот такие вещи. Ну, раз, два в год бывает. Но это зависит, конечно, от места, может быть, потому что более сильный ритуал. Вскоре музыканты поняли, почему их сопровождают темные силы. Вдалеке раздавался волчий войн. Оставаться ночью в лесу было опасно. И ребята пошли за мерцающими огнями. Ну, и в принципе нас мы шли вот по, когда видели вот эти вот огоньки, вот это свечение. Подумали, ну, а что делать? По-другому отсюда не выйдешь. Но оставаться тоже как-то невозможно. Ну, потому что опасно. Мало ли, я не знаю, как поведут себя хищники. И мы все-таки рискнули и шли по священию. И мы совершенно спокойно вышли из заповедника без всяких проблем. В принципе ангелохранителя можно назвать, но это все равно какое-то существо не человеческого происхождения, более древнее. Так силы тьмы отблагодарили за церемонию и стали покровителями музыкантов. А через неделю группе предложили гастроли в Турции. Именно об этом они и мечтали на берегу магического озера. Потом через буквально неделю нам позвонили и предложили гастроли в Турции. Что это совпадение может быть? Может быть действительно все-таки это место несет какое-то это и исполнилось такое желание, которое в принципе мы не ставили как подарок. В 1948 году начинающая актриса Норма Джин работала танцовщицей в ночном клубе. Там она и познакомилась с музыкантом Антоном Лавеем. Девушке нравилось увлечение Антона черной магией и оккультизмом. Лавей основал в Лос-Анджелесе церковь сатаны. Специально для Нормы он провел магический ритуал, в котором просил силой тьмы сделать ее звездой шоу-бизнеса. Через несколько лет ее новое имя Мэрилин Монро узнал весь мир. Антон Лавей называл Монро сатанинской богиней и считал, что актриса умерла, потому что прекратила магическую практику. А силой тьмы этого не прощает. В 86-м году на небосклоне советской эстрады появилось новое имя. Солистка группы Мираж Светлана Разина. Жизнь Разиной это череда мистических событий. Например, она общается с потусторонним миром. Однажды Светлане приснились демоны. Они требовали душу певицы, а в обмен предлагали славу и музыкальный успех. Но Светлана отказалась. Что-то черное, черное с крыльями, реально. Вы не боитесь? Да, конечно. Страх, вы знаете, такой страх, он как бы цепенеешь от этого страха. То есть, как бы тебя немножко парализует. И ты знаешь, что ты боишься, что он сильней. Но ты должна это сделать, потому что тебе вброшен вызов. Я сражалась с этими демонами, я летала в каком-то измерении, в каком-то, ну, не космосе, я скажу, там где-то за облаками, в заоблачном пространстве. И я с ними сражалась. Это было реально, как вот, знаете, вот есть фильмы ужасов, вот эта вот борьба вся. Это было настолько реально. Я была, в общем, силой добра, а это было злой дух. И я пыталась его победить. Сначала как-то очаровать, потом победить. Светлана считает, битва с демонами не сон. Она побывала в потустороннем мире и боролась за свою душу. Утром Разина написала об этом песню. Светлана Разина может предвидеть будущее. Этот дар много раз выручал певицу. Перед гастролями Светлане приходит видение о сложностях в дороге. Однажды, перед концертом в Германии, она почувствовала, что поездка сорвется. Умна должна была лететь в Германию. И мне снится сон. Я сижу в аэропорту на чемоданах, и вдруг я не прохожу паспортный контроль. Вся группа улетает, а я и еще один человек нет. И реально мы не полетели. То есть моя группа не полетела. Интуиция тоже наше подсознание, так скажем, да? Оно же действительно есть. Ученые считают, что дар предвидеть будущее есть у каждого. Смотрите далее. Уникальный ритуал как наколдовать богатство. Психотроника. Магия от науки. Медицина будущего. Без лекарств и скальпеля. Витализм. В переводе с латинского означает жизненный. Теория о том, что в любом организме существует некая нематериальная сила, управляющая жизненными явлениями. Например, душа. Я вспомнил об этом не просто так. Ведь с помощью этой невидимой глазу субстанции происходят все сверхъестественные явления. Лилия Фуртуна художник, а ее бабушка была колдуньей. Перед смертью она передала внучке свою магическую силу. Спустя несколько лет Лилия решила попробовать провести ритуал самостоятельно. Я шла и периодически у меня возникало желание свернуть с этой тропинки, как будто я путник в старинной русской сказке, как богатыр идущий. Впереди, передо мной возникает камень, на котором написаны некие слова, но я не могу понять, что это за слова. И вот на этот случай всегда нужен рядом мастер, который поможет правильно перевести язык этих слов, этих символов, и укажет правильное направление. В этом ритуале работают четыре стихии. Вода, огонь, воздух и земля. Лилия, находясь в измененном состоянии сознания, перемещалась в будущее. Там она мысленно строила свою жизнь. Шла по коридору из монет, освещенных огнем и политых водой, по магической дороге успеха. То есть, если вы загадываете, свое желание, допустим, на три года, то мы сначала с вами перенесемся на эти три года вперед, побываем там, осмотримся, что же там такое, и потом потихонечку будем возвращаться обратно в день сегодняшний. и что происходит за год до исполнения желания. Затем еще нескольких шагов назад, и что происходит за половину срока до того, как это желание исполнится. Тоже, что делает этот человек, куда он едет, с кем разговаривает, что его окружает. То есть, мы потихонечку от обратной, от конечной точки выстраиваем человеку этот результат. Через год все, что загадала Лилия, сбылось. Современная наука нашла этому объяснению. Этот метод называется психотронное воздействие. С точки зрения воздействия на материальные объекты, то и магия, и психотроника она этим и занимается. Будь то молитва, будь то какой-то ритуал, будь то психотронный луч, или состояние медитации человека. Человек делается подвержен внушению со стороны. Поэтому и психотроника ставит наука на это, наука ставит своей целью, чтобы управлять поведением человека. Так же, как и колдовство, и та же магия. Способность мозга передавать мысли на расстоянии изучали в России в начале 20 века. Дрессировщик Владимир Дуров, радиоинженер Бернард Кожинский и исследователь мозга Владимир Бехтерев доказали существование телепатии и открыли новую область в науке – психотронику. Ученые мечтали, что каждый человек будет волшебником. Что такое психотроника? Я сказал, это наука о механизмах информационных связей, регуляции управления психикой, энергетикой и физиологией человека. Человек воспринимает информацию с помощью пяти органов чувств. И вот, если воздействовать на эти органы чувств определенным образом, то есть, с помощью малых излучений электромагнитных, то можно достичь модификации поведения человека. То есть, человеком можно управлять. Сейчас вы увидите уникальные кадры. В 70-е годы в роддомах Советского Союза проводились исследования аппарата профессора Кострубина. Это электроанальгезия – воздействие на мозг для снятия стресса и боли во время родов. В архивах Минздрава сохранились приказы и протоколы ученых советов о широком применении электроанальгезии. Министр здравоохранения СССР приказывал ускорить организацию серийного выпуска аппарата. Уже тогда было доказано, что аппарат помогает восстанавливать память, снимает боль, успокаивает нервную систему и способствует сохранению беременности у женщин. Цикл для женщины очень серьезная процедура. То есть это процедура, которая создает прилив энергетики к вопросу продолжения рода. Вся энергетика организма бросается на вот этот выход яйцеклетки. И если в этот момент женщине помочь снизить энергозатраты и восстановить энергетику биополя, она вообще болеть не будет. Многолетние научные исследования подтвердили, человека можно лечить без лекарств с помощью психотроники. Сегодня этот метод используется в спорте, авиации и космонавтике. А значит магия существует и наука этого факта не отрицает. Человек всегда хотел быть счастливым. Магия это способ изменить судьбу. Но магия это еще и опасное оружие и его нельзя применять против воли. За вторжение в жизнь людей без их согласия расплата неминуема. Вы смотрели фантастические истории с Сергеем Дружко. Субтитры КОНГА Девушка так умоляла, что деревенская колдунья в конце концов согласилась. Через два месяца Оксана и Георгий поженились. Но наколдованное счастье не вечно. А потом он начал пить, бить ее. Пошла обратка, надо делать поддел. Поддел каждые 7-8 лет, потому что приворот это парализация воли человека. Если не было у мужчины на той его доброй воле жениться на ней, то это проходит, все равно со временем проходит. Нет вечных приворотов. Когда приворот этот сходит с мужика, жена настолько опостылет им. И они попадают в эту ситуацию, хотя и предупреждала, что все это кончится через 8 лет. У любовных приворотов не бывает счастливого конца. Через несколько лет магические оковы ослабевают, и мужчина начинает ненавидеть свою жену. Галина отказалась делать повторный приворот и даже провела ритуал очищения. Но семья все равно распалась. И вскоре муж Оксаны пропал без вести. Его долго искали, но так и не нашли. Женщина за приворот расплатилась здоровью. Она перенесла сложную операцию по удалению опухоли. И у нее никогда не будет детей. Обычно привороженные не своей смертью умирают. Или кто-то их там прибил, где-то встретил. Вот как-то по несчастному случаю они проходят. После приворотов женщина расплачивается. Эта полипа еще Господь ее помиловал. Почистит это все. Вот. А если рак? Вы понимаете? В каждом ритуале важно согласие человека изменить его судьбу. И если мужчина не знает, что на него накладывают колдовские чары, он становится жертвой. Нету белой магии, нету черной магии. Магия есть одна. Так же как любовь. Вот любовь такая, любовь счастливая, любовь несчастливая. Нет несчастливой любви, есть несчастные люди просто. Понятие любви, это есть определенные понятия, так же как понятие магии. Смотрите далее. Проклятие черной вдовы погубило всю семью. Каждую ночь призрак приходит качать колыбель с младенцем. Наталья Малинина юрист. Недавно ее близкая родственница открыла ей страшную тайну. Ее семья проклята. Рассказала мне вот эту вот историю, историю моей бабушки родной Полины Яковлевны. Она говорит, тебе не расскажут, что это не твоя мама, потому что Алина умерла, когда твоя мама. Вот и порча. Присушка, привороты и отвороты – это сексуальная магия. Насылание порчи, болезней, проклятий, ритуалы мести. По сути, это убийство на расстоянии. Галина Стрельникова – потомственная хранительница деревенской магии. Заговорами занимались все женщины в ее семье. Галина с детства знала, как исполнить любое желание. Земля, Татьяна, вода, Ульяна. Земля, Татьяна, вода, Ульяна. Дай воды отца к беде. Так делаем три раза. Как с меня вода, так с меня беда. Что дает на притом? В раз в мать сырую землю, раз и навсегда. Вода заряжается, и мак заряжается на определенное действие магическое. Это деревенская мель? Да. 20 лет назад коллега по работе Оксана попросила Галину Стрельникову сделать приворот. Сначала Галина отказывалась. Но девушка так умоляла, что деревенская колдунья в конце концов согласилась. Через два месяца Оксана и Георгий поженились. Но наколдованное счастье не вечно. А потом он начал пить, бить ее. Пошла обратка, надо делать поддел. Поддел каждые 7-8 лет, потому что приворот это парализация воли человека. Если не было у мужчины на той его доброй воле жениться на ней, то это проходит, все равно со временем проходит. Нет вечных приворотов. Когда приворот этот сходит с мужика, жены настолько опостылят им. И они вот попадают в эту ситуацию, хотя я и предупреждала, что все это кончится через 8 лет. У любовных приворотов не бывает счастливого конца. Через несколько лет магические оковы ослабевают, и мужчина начинает ненавидеть свою жену. Галина отказалась делать повторный приворот и даже провела ритуал очищения. Но семья все равно распалась. И вскоре муж Оксаны пропал без вести. Его долго искали, но так и не нашли. Женщина за приворот расплатилась здоровью. Она перенесла сложную операцию по удалению опухоли. И у нее никогда не будет детей. Обычно привороженные не своей смертью умирают. Или кто-то их там прибил, где-то встретил. Вот как-то по несчастному случаю они проходят. После приворотов женщина расплачивается. И это полипа еще Господь ее помиловал. Почистят это все. А если рак? Вы понимаете? В каждом ритуале важно согласие человека изменить его судьбу. И если мужчина не знает, что на него накладывают колдовские чары, он становится жертвой. Нету белой магии, нету. На одном из капищ в Рязанской области. Он играл на волынке. Этот музыкальный инструмент известен еще со времен кельтов. Друиды, кельтские жрецы, использовали ее для изгнания бесов и исцелений. Во время особого ритуала, вызова богов для получения магического дара, Алексей услышал мысленный приказ. И у меня было субъективное ощущение такое было, что мне, грубо говоря, пинка дали. Задав направление четкое, мне как будто дали пинка. Вот иди туда и все. Я иду туда, но куда, естественно, я не знаю. Иду, иду. Прошел, наверное, может быть метров 30. И вижу еще один камень. Он немного в стороне от остальных камней лежит. Этот камень был круглым и плоским. На нем тысячи лет назад проводили магические таинства. Именно здесь у Алексея открылся дар ясновидения. Ну, встал я на него и просто ощущение было такое, как будто у меня самосвал проехал. Ну, в хорошем смысле этого слова. В хорошем. Естественно, никто по мне не проезжал, но просто как будто что-то накрыло такое сверху. И потом, после этого, в общем, было очень забавно, как будто вот лежишь в постели, тебе вот таким теплым одеялом накрыли, стало приятно, хорошо. Ну, и, собственно говоря, в таком приподнятном настроении я потом оттуда и ушел. Ну, после этого очень забавно у меня обострилась интуиция. То, что Алексей называет интуицией, эзотерики считают пророческим даром. На следующий день после ритуала Панагин возвращался в Москву. Он был за рулем. Ну, не знаю, внутренний голос там или что-то еще подсказал. Вот остановись на обочине. Я остановился на обочине. И если бы я не остановился, то две фуры, которые обгоняли друг друга, вот прям как раз бы я между ними и попал. Благодаря приобретенному дару Алексей остался жив. Почему во всех магических церемониях присутствует музыка, а заклинания читаются нараспех? Оказывается, на этом языке с человеком разговаривает Вселенная. Мы слышим ритмичное пение. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй и так далее. На определенных нотах. Все это настраивает человека на определенный лад для того, чтобы войти в резонанс с этой энергетикой. Дальше уже используется... Все так не хотели. А я так настаивала. И по дороге у мужа прокололось колесо. И 10 минут где-то он менял колесо. И приехав к манежу, мы увидели, что все было отцеплено скорой помощью, пожарными машинами, милицией. И мы выяснили, что только что произошел взрыв. То есть приехав минут на 10 раньше. И, конечно же, взрыв произошел именно в игровых автоматах. Это было страшное для меня потрясение. Неужели злой рок преследует актрису? Жанна Эпли обратилась к астрологу. Ответ звездочета шокировал. Оказывается, она должна была погибнуть, но этого не случилось, потому что она была не одна. В тот день в гороскопах мужа и сына смерти не было. И они стали ее оберегом. Он сказал, что действительно у меня в гороскопе, так скажем, малая смерть. То есть, что значит малая смерть? Это значит, что я не умру, потому что будут какие-то обстоятельства, которые меня спасут. Но в моем гороскопе была малая смерть. Каких-то там событий. А в гороскопе людей, которые меня окружали в тот момент, Максим Суханов, да, потому что мы играли с ним в спектакль, мой бывший муж и мой старший сын, в их гороскопах этого не было. И произошли какие-то события, обстоятельства, то, что я стала жить. Жанна до сих пор играет в спектакле «Хрестаково», но уже с дублершей. Недавно дублерша Жанна Эпле получила травму на сцене тоже во время спектакля. Совсем недавно мне позвонила завтруппы театра Станиславского и сказала, Жанна, не могла бы ты заменить свою дублершу? У нас два состава. Ирина Гринева. Играет тоже Мария Антоновна. Она во время спектакля «Хрестаково» сломала себе палец на ноги. И в гипсе, и играть не может. Я не знаю, что это. Или это случайное совпадение, или это реально гоголь, да, такая мистика, что связано с его именем. После этих событий Жанна Эпле обращает внимание на мистические знаки и сны. Я боюсь колдовства. Но то, что мы иногда, когда нам очень плохо, очень трудно, мы идем или в церковь, или к экстрасенсам. Это, да, бывает. Я стала прислушиваться к знакам. Мне кажется, что их очень много. Мы просто не всегда это видим. Если у тебя снятся кошки, это обязательно какие-то склоки женские. Если у тебя снятся собаки, то это верные друзья. Бывали духов в святилищах Аида и Персифоны. Святилища находились в сакральных, близких к подземному миру местах, пещерах и ущельях. Считалось, что мертвые обладают не только знаниями о будущем, но и особым могуществом. А значит, могут помогать живым. Лишь с 14 века некромантий стал ассоциироваться с черной магией. Так ли это на самом деле? И какое влияние мертвые оказывают на живых? Своё новое произведение «Ревизор» Николай Васильевич Гоголь решил прочитать графине Евдокии Растопчиной. Гоголь ценил её литературный вкус и дорожил дружбой с ней. Но в тот роковой день графиня была не в духе и отозвалась о его произведениях нелестно. Гоголь разозлился. С тех пор все женские образы в этой пьесе считают проклятыми. Все колдует. Вот те мысли, которые вокруг нас вращаются, они и привели вот к этому негативу, грубо говоря, к этому бардаку, который в мире есть. В Евангелии написано, нужно чётко контролировать свои мысли, потому что этот мир мы создаём своими мыслями. В театре имени Станиславского несколько лет идёт пьеса «Хлестаков». Роль Марии Антоновны актёры считают роковой. Жанна Эплей играет эту роль несколько лет и считает, что испытала на себе проклятие Гоголь. Однажды прямо на сцене во втором отделении она упала и сломала ногу. Как потом выяснилось, у меня порвались связки, вылетел мениск. Это произошло прямо на сцене. Это была очень смешная ситуация. Смешная со стороны, наверное, потому что никто не понимал, что произошло. И в первый момент на стрессе не чувствуешь боли. Я помню, как Максим Суханов бегал около меня кругами. Я сидела на полу. Он говорил текст, а тихонько мне шептал, «Жанка, ты что, с ума сошла? Ты что сидишь-то? Вставай!» А я ему говорю, что Максим, по-моему, я сломала ногу. Он побегал, потом взял меня на руки и унес со сцены. И потом до конца второго акта он меня выносил на сцену. Когда режиссер спектакля Владимир Мерзоев узнал о несчастном случае, он не удивился. Список проклятых ролей давно известен. Оказывается, когда он выпустил этот спектакль в Канаде, то буквально за несколько дней до премьеры исполнительница роли Мария Антоновна, то есть то, что играла я, на сцене упала. В общем, упала, даже не упала, по-моему, там обрушилась декорация, насколько я знаю. И она играла премьеру в инвалидном кресле, то есть в каталке. И занимается. Будь то молитва, будь то какой-то ритуал, будь то психотронный луч или состояние медитации человека, человек делается подвержен внушению со стороны. Поэтому и психотроника ставит наука, наука ставит своей целью, чтобы управлять поведением человека. Так же, как и колдовство, и та же магия. Способность мозга передавать мысли на расстоянии изучали в России в начале 20 века. Дрессировщик Владимир Дуров, радиоинженер Бернард Кожинский и исследователь мозга Владимир Бехтерев доказали существование телепатии и открыли новую область в науке – психотронику. Ученые мечтали, что каждый человек будет волшебником. Что такое психотроника? Я сказал, это наука о механизмах информационных связей, регуляции управления психикой, энергетикой и физиологией человека. Человек воспринимает информацию с помощью пяти органов чувств. И вот если воздействовать на эти органы чувств определенным образом, то есть с помощью малых излучений электромагнитных, то можно достичь модификации поведения человека. То есть человеком можно управлять. Сейчас вы увидите уникальные кадры. В 70-е годы в роддомах Советского Союза проводились исследования аппарата профессора Кострубина. Это электроанальгезия – воздействие на мозг для снятия стресса и боли во время родов. В архивах Минздрава сохранились приказы и протоколы ученых советов о широком применении электроанальгезии. Министр здравоохранения СССР приказывал ускорить организацию серийного выпуска аппарата. Уже тогда было доказано, что аппарат помогает восстанавливать память, снимает боль, успокаивает нервную систему и способствует сохранению беременности у женщин. Цикл для женщины – очень серьезная процедура. То есть это процедура, которая создает прилив энергетики к вопросу продолжения рода. Вся энергетика организма бросается на выход яйцеклетки. И если в этот момент женщине помочь, снизить энергозатраты, восстановить энергетику биополя, она вообще болеть не будет. Многолетние научные исследования подтвердили, человека можно лечить без лекарств, с помощью психотроники. Сегодня этот метод используется в спорте, авиации и космонавтике. А значит, магия существует. И наука этого факта не отрицает. Более сильный ритуал. Вскоре музыканты поняли, почему их сопровождают темные силы. Вдалеке раздавался волчий вой. Оставаться ночью в лесу было опасно. И ребята пошли за мерцающими огнями. Ну и в принципе, нас... Мы шли, когда видели вот эти огоньки, вот это свечение. Подумали, ну а что делать? По-другому отсюда не выйдешь. Но оставаться тоже как-то невозможно. Ну потому что опасно. Мало ли, я не знаю, как поведут себя хищники. Вот. И мы все-таки рискнули и шли по священию. Вот. И мы совершенно спокойно вышли из заповедника без всяких проблем. В принципе, ангелохранителя можно назвать, но это все равно какое-то существо не человеческого происхождения, более древнее. Так силы тьмы отблагодарили за церемонию и стали покровителями музыкантов. А через неделю группе предложили гастроли в Турции. Именно об этом они и мечтали на берегу магического озера. Потом, через буквально неделю, нам позвонили и предложили гастроли в Турции. Что это совпадение может быть. А может быть, действительно, все-таки это место несет какое-то это. И исполнилось такое желание, которое, в принципе, мы не ставили. Как подарок. В 1948 году начинающая актриса Норма Джин работала танцовщицей в ночном клубе. Там она и познакомилась с музыкантом Антоном Лавеем. Девушке нравилось увлечение Антона черной магией и оккультизмом. Лавей основал в Лос-Анджелесе церковь сатаны. Специально для Нормы он провел магический ритуал, в котором просил силой тьмы сделать ее звездой шоу-бизнеса. Через несколько лет ее новое имя, Мэрилин Монро, узнал весь мир. Антон Лавей называл Монро сатанинской богиней и считал, что актриса умерла, потому что прекратила магическую практику. А силой тьмы этого не прощает. В 1986 году на небосклоне советской эстрады появилось новое имя. Солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Жизнь Разины – это череда мистических событий. Например, она общается с потусторонним миром. Однажды Светлане приснились демоны. Они требовали душу певицы, а в обмен предлагали славу. Слева там пещера. Чтобы в нее пройти, это нужно по озеру проплыть. И там такая совершенно ровная плата, как будто срезанная. Природа именно была сделана для проведения ритуалов. И там действительно проводили ритуалы. Даже когда туда заходишь, чувствуешь дрожь по всему телу, вот этой вот энергией. Местные жители считают, что это гиблое место. Но Андрей решил провести магическую церемонию в чертовой купальне, чтобы ощутить энергию тьмы. Ну, сделав ритуал, церемонию, цели какой-либо, вот именно такой мы не ставили. Мы сделали церемонию. Просто начали разговаривать. Это было, соответственно, на югах. Гастроли подходили к концу. Было все хорошо так. Так, ну, приятно, тепло, солнце, море. Вот говорю, вот, блин, сейчас вот в Москву возвращаться, да. Жалко. Закончились гастроли. На югах все-таки гастроли приятные. Говорят, вот бы нам до Турции это, считай, здесь на корабле бы. Еще бы в Турции продолжить бы. Ну, это чисто так было разговором. Помечтав о гастролях за границей, ребята пошли обратно в гостиницу. Вдруг рядом появились странные огни. Их было несколько. Они то приближались, то улетали. Очень часто, наверное, на ритуалах бывают вот эти вот свечения, вот, а такие вещи. Ну, раз, два в год бывает. Но это зависит, конечно, от места, может быть, потому что более сильный ритуал. Вскоре музыканты поняли, почему их сопровождают темные силы. Вдалеке раздавался волчий войн. Оставаться ночью в лесу было опасно. И ребята пошли за мерцающими огнями. Ну, и, в принципе, нас... Мы шли вот по... Когда видели вот эти вот огоньки, вот это вот свечение, подумали, ну, а что делать? По-другому отсюда не выйдешь. Но оставаться тоже как-то невозможно. Ну, потому что опасно. Мало ли, я не знаю, как поведут себя хищники там. Вот. И мы все-таки рискнули и шли по священию. Вот. И мы совершенно спокойно вышли из заповедника без всяких проблем. В принципе, ангелохранителя можно назвать, но это все равно какое-то существо не человеческого происхождения, более древнее. Так силы тьмы отблагодарили за церемонию и стали покровителями музыкантников. А через неделю группе предложили гастроли в Турции. Именно об этом они и мечтали на берегу магического озера. Потом в храмах всех остальных религий. Капищу соответствует алтарь в православии, михраб в мусульманстве, пресвятерий в католицизме, святая святых в иудаизме. Музыкант Алексей Палагин принимал участие в языческом празднике летнего солнцестояния на одном из капищ в Рязанской области. Он играл на волынке. Этот музыкальный инструмент известен еще со времен кельтов. Друиды, кельтские жрецы, использовали ее для изгнания бесов и исцелений. Во время особого ритуала, вызова богов для получения магического дара, Алексей услышал мысленный приказ. И у меня было субъективное ощущение такое было, что мне, грубо говоря, пинка дали. И, задав направление четкое, мне как будто дали пинка. Вот иди туда, и все. Я иду туда, но куда, естественно, я не знаю. Иду, иду. Прошел, наверное, может быть, метров 30. И вижу еще один камень. Он немного в стороне от остальных камней лежит. Этот камень был круглым и плоским. На нем тысячи лет назад проводили магические таинства. Именно здесь у Алексея открылся дар ясновидения. Ну, встал я на него, и просто ощущение было такое, как будто у меня самосвал проехал. Ну, в хорошем смысле этого слова. В хорошем. Естественно, никто по мне не проезжал, но он просто как будто что-то накрыл такое сверху. И потом, после этого, в общем, было очень забавно, как будто вот лежишь в постели, тебя вот таким теплым одеялом накрыли, стало приятно, хорошо. Ну, и, собственно говоря, в таком приподнятном настроении я потом оттуда и ушел. Ну, после этого очень забавно у меня обострилась интуиция. То, что Алексей называет интуицией, эзотерики считают пророческим даром. На следующий день после ритуала Панагин возвращался в Москву. Он был за рулем. Ну, не знаю, внутренний голос там или что-то еще подсказал. Вот остановись на обочине. Я остановился на обочине. И если бы я не остановился, то две фуры, которые обгоняли друг друга, вот прям как раз бы я между ними и попал. Благодаря приобретенному дару Алексей остался жив. Почему во всех магических церемониях присутствует музыка, а заклинания читаются нараспех? Оказывается, на этом языке с человеком разговаривает Вселенная. Сказывал всем, что каждую ночь умершая Полина приходит в дом, качает колыбель и поет дочери песни. Он говорит, что она приходит к нему ночью, что вся в белом, что она берет девочку, она ее качает, она ей меняет постельку, она плачет, то она его целует, то она плачет, то ревнует. И качая постельку, она все время поет вот эту песенку и говорит, давай петь вместе. Он ее видел, а люди нет. И она у него очень просила, отдай мне Шуроньку. Отдай мне Шуроньку, потому что, ну, ты мужчина, ты рыбак, она мне нужнее. Отдай мне Шуроньку, пусть она будет ангелом. Наталья Малинина прогоняет прочь от себя мысли о семейном проклятии. Но мистика в их семье существует. У всех девочек в роду зеленые глаза, как у Полины. Смотрите далее. Проклятая роль чуть не погубила Жанну Эпле. Он сказал, я так и знал, это Гоголь. Я так и знал, что что-то должно случиться. Кармический долг. Расплата за убийство ребенка. Все мы слышали страшное слово некромантия. Мы ассоциируем его с черной магией. Но изначально это был всего-навсего способ гадания. В Древней Греции, например, колдуны вызывали духов в святилищах Аида и Персифоны. Святилища находились в сакральных, близких к подземному миру местах, пещерах и ущельях. Считалось, что мертвые обладают не только знаниями о будущем, но и особым могуществом. А значит, могут помогать живым. Лишь с 14 века некромантий стал ассоциироваться с черной магией. Так ли это на самом деле? И какое влияние мертвые оказывают на живых? Своё новое произведение «Ревизор» Николай Васильевич Гоголь решил прочитать графине Евдокии Растопчиной. Гоголь ценил ее литературный вкус и дорожил дружбой с ней. Но в тот роковой день графиня была не в духе и отозвалась о его произведениях нелестно. Гоголь разозлился. С тех пор все женские образы в этой пьесе считают проклятыми. Все колдует. Вот те мысли, которые вокруг нас вращаются, они привели вот к этому негативу, грубо говоря, к этому бардаку, который в мире есть. В Евангелии написано, нужно четко контролировать свои мысли, потому что этот мир... Проклятие черной вдовы погубило всю семью. Каждую ночь призрак приходит качать колыбель с младенцем. Наталья Малинина – юрист. Недавно ее близкая родственница открыла ей страшную тайну. Ее семья проклята. Рассказала мне вот эту вот историю, историю моей бабушки родной, Полины Яковлевны. Она говорит, тебе не расскажут, что это не твоя мама, потому что Полина умерла, когда твоя мама только родилась. Только я это знаю, поэтому слушай. Это произошло 80 лет назад, когда бабушке Наталье было всего 18. Полина, так звали бабушку, была родом из богатой семьи, и отец нашел ей жениха под стать. Но девушка была влюблена в бедняка, красавца Ивана. Поздней ночью он украл Полину из отчего дома. Сельчане поддержали молодых. Построили им маленький домик около кладбища и устроили свадьбу с венчанием. В гневе отец Полины проклял дочь. Сукно тогда припасали невесте, все эти перины. Он все это достал и изрубил топором. Понимаете, вот буквально все это топором, весь этот пух летал по всему двору. И он орал, что я никакого преданного, а в преданное проклятие отца. Свадьба Полины и Ивана стала трагедией для другой девушки, Анастасии. В народе о ней шла дурная слава. Ее звали Черной вдовой. Ведь за три года она похоронила двоих мужей. Была одна дама, которая в деревне прослала Черной вдовой. За то, что якобы она, не без ее участия, отправились на тот свет двое ее мужей. Анастасия была влюблена в Ивана и решила извести его молодую жену. Черная вдова собрала с могил мужей землю и когда молодожены выходили из церкви, бросила горсть в Полину. Собралась большая-большая толпа. Вот тетя Лена говорит, что она была там, что ей было пять лет. И она говорит, я так все это Наташа запомнила. Говорит, значит, вот когда молодые выходили из церкви, то вдруг, так неожиданно, я вдруг вижу по груди Полины ползет черный, там черноземы, там растут арбузы, там черноземы, ползет черный.